В числе первых в Красноярском крае вскрылись две реки. Горная Базаих и правая притока Енисея. В Красноярске в этом году выпало очень мало снега. Однако, несмотря на это, в городе идет подготовка к сезону паводков. На реке Бугач в Красноярске каждый год работает тяжелая техника. Если не очистить от мусора колодцы и водопропускные трубы, то вода затопит проезжую часть и жилые дома. Также, чтобы этого не произошло, специально укрепляют берега. Противопаводковые мероприятия сейчас проводят по всему краю. Например, в Зеленогорске ломают лед. Афганский лед на реке Кант пилят, что позволит избежать заторов. Но это только начало большой работы. Сезон паводков начнется со дня на день. Планируется еще у нас чернение, мы планируем. Но это попозже немножко будет. Там в апреле, где-то в начале апреля, до середины апреля будем проводить чернение. Для того, чтобы более активно таял лед, чтобы был тоньше. Чтобы, опять же, с целью, чтобы предотвратить образование этих заторов. Сезон паводков в Красноярском крае пройдет в две волны. Первая связана с таянием снега. По данным специалистов, в этом году в районах края снега накопилось много. Например, в Ангарской и Несейской группе районов выпало больше нормы осадков. А вот в Ивенкии и вовсе рекордный запас снега. Говорят, такое было в последний раз в 1966 году. Высок риск подтоплений и в Богучанском, и Мотыгинском районах. Также сейчас активно начнут скрываться реки. В Ермаковский и Курагинский районы уже готовы направить дополнительные силы спасателей. Мы ждем, что они начнут скрываться с южной нашей группы районов. Это, по предварительным прогнозам, будет происходить через примерно полторы-две недели. При вскрытии возможно формирование заторов. Это уже прогнозируют на Несеи от Ярцева до Верещагина. Также в устье под Каменной Тунгуски и Нижней Тунгуски. Специалисты говорят, что паводковая ситуация под постоянным контролем. Сейчас начало весеннего полудия, как правило, сдвигается в раннюю сторону. Но конкретно в этом году оно не экстремально раннее. В прошлом году было экстремально раннее, когда уже к концу марта все южные притоки повскрывались. У нас весна хоть и ранняя, но с возвращением холодной погоды это благоприятно для развития весеннего полуводия. Активно сейчас осматривают дамбы и гидравлические сооружения. Депутаты законодательного собрания края сегодня провели выездное совещание в Сухобузинском районе. После чего сформировали перечень основных работ перед паводками. Мы сейчас рассматриваем систему мер, даже до того, как дадут эти деньги, систему мер работы с населением, работы даже, будем говорить, действий по отношению к животным, которые находятся в подсобных хозяйствах. И начиная с момента оповещения, эвакуации, обеспечения охраны общественного порядка. Вот эти моменты. Ну и самый главный, конечно, вопрос, мы выйдем с предложением о том, чтобы, особенно те территории, конечно, где во все территории это нереально, особенно сейчас, но те территории, которые носят критичный характер, ну все сделать возможное для того, чтобы выделить соответствующие финансовые средства. Ситуация с паводками на особом контроле у губернатора Красноярского края. Виктор Толоконский дал распоряжение всем главам районов быть готовыми к любым капризам природы. Весна этого года будет непростой, несмотря на то, что вот тем, кто находится в краевом центре в Красноярске, кажется, что снега нет, что уже прошло и таяние, и вымерзание, и вроде все так пройдет спокойно и сухо. На самом деле ситуация не такая простая. С одной стороны, у нас очень много снега в большинстве территорий чуть северней центральной части. С другой стороны, у нас маловодные, у нас малые запасы воды на юге, в основных водохранилищах, что тоже требует специальных мер и специальных действий. Поэтому я так тоже прошу всех не расслабляться и настраиваться на очень серьезную работу. По прогнозам специалистов, в этом году в паводковую зону попадут 29 населенных пунктов. В 16 муниципалитетах края более 5000 человек в этом случае окажутся в зоне подтопления. Специалисты призывают жителей края внимательно следить за прогнозами спасателей. Екатерина Погорелова, Александр Ермошенко. Новости. Продолжение следует...